Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. В новом Хитман придется быть тактичным и продумывать каждое свое действие. Мафия 3 не будет копией GTA 5. В Rising Thunder можно поиграть бесплатно. Стало известно, почему Fallout 4 анонсировали так близко к релизу. Подробности возрождения легендарный Мастер оф Орион. В новом Хитман придется быть тактичным и продумывать каждое свое действие. Пожалуй, в серии Хитман игроки никогда не жаловались на способы устранения своих целей. Лысому киллеру всегда хватало фантазии в голове. Но тем не менее, разработчики нового Хитман все же решили сконцентрировать свое внимание на другой детали игры. Агент 47, конечно, будет знать разнообразные приемы. Как обычно, будет уметь обращаться с оружием. Но задания в конечном итоге будут решаться по продуманным действиям. По использованию инструментов и разнообразных устройств. Креативный директор студии IO Interactive пояснил, что они намерены сделать из игроков умелых тактиков. Они не хотят клепать кучу умений для Агента 47. Поэтому будут стараться сосредоточить внимание игроков на планировании и взаимодействии с различными инструментами. Перед тем, как начать выполнять какое-либо задание, игрокам предстоит заранее продумать о том, что с собой лучше всего взять. Плиззард Интертеймент готовит новую игру. Всеми известная компания Blizzard Entertainment заявила о том, что они открыли вакансию на работу арт-директора. Неожиданно открылась она по той причине, что компания собирается запустить разработку нового проекта. Причем проекта, который будет, возможно, тесно связан с вселенной серии Диабло. Так как была зарегистрирована марка, которая очень похожа на дополнение к Диабло 3. Что касается самой должности, список требований к будущему сотруднику очень большой. Тем не менее, он все равно не дает понять, над чем именно Blizzard Entertainment собирается работать в будущем. Возможно, разработчики хотят выпустить Диабло 4, либо же что-то вроде Mass Effect Андромеда. То есть, та же вселенная, знакомые персонажи, но другая история и в другом уголке мира. Возможно, немного понятней все станет на Близзкон, который будет проходить с 7 по 8 ноября. А возможно, вообще ничего не будет известно, ведь это Blizzard Entertainment. Мафия 3 не будет копии GTA 5. Как всем известно, Мафия 3 вместе с GTA 5 находятся под одним и тем же крылом. Ведь они принадлежат одной большой компании Take-Two Interactive. Ну и соответственно, в сети недавно начали ходить разговоры о том, что якобы разработчики Мафии 3 делают из серии копию GTA. Да и разговорчики эти не являются необоснованными. Причина ведь всем ясна. В разработке Мафии 3 могут быть использованы те же технологии, что использовались при создании GTA 5. Но глава компании Take-Two Interactive поспешил всех успокоить, что этого не будет. Во-первых, Rockstar Games ни с кем не делится своими разработками и наработками. Во-вторых, подобная методика одолжения никак бы не улучшила игру, а лишь бы подпортила не только сам проект, но и репутацию разработчиков. В общем, Мафия 3 будет придерживаться своего изначально заложенного стиля, и разработчики свой роток на чужой хлебушек раскрывать не собираются. В Rising Thunder можно поиграть бесплатно. Совершенно недавно компания Radiant Entertainment сообщила о том, что открывает доступ для всех тех, кто желает поиграть в альфа-версию неповторимого файтинга Rising Thunder. Стоит напомнить, что до этого момента такую возможность имели лишь участники закрытого альфа-тестирования. Чтобы начать кромсать чужие лица в Rising Thunder, вам необходимо всего лишь зайти на официальный сайт игры, зарегистрировать там себе аккаунт, если у вас его нет, и в конце концов скачать клиенты игры. Кроме этого, важно отметить всем новичкам то, что в скором времени для игры выходит новый патч, который исправляет ряд игровых ошибок и добавляет новых уникальных героев. На данный момент игра является эксклюзивом для ПК-пользователей, но разработчики обещают исправить это. Стало известно, почему Fallout 4 анонсировали так близко к релизу. Как только был анонсирован Fallout 4 и как только многие отошли от шока, все вспомнили, что не была анонсирована дата выхода. Поэтому игроки предложили вполне логичную дату выхода – 2016 год. Никто и подумать не мог, что до выхода игры остается меньше, чем полгода. Но это действительно было так. А сегодня разработчики решили пояснить, почему они сделали такой ход. Суть в том, что анонсировав игру как можно раньше, потребовалась бы более сильная реклама. Если бы игра была анонсирована год назад, тогда бы на рекламу ушло немалое количество денег. Потребовалось постоянно готовить какой-то материал на выставки и другие мероприятия. Маркетинговая компания Fallout 4 уже считается самой короткой за все существование самой компании разработчиков. На данный момент можно сказать, что такое решение было определенно правильным, так как каждой игре требуется особый подход, поэтому компания BSS заметно выделилась. Разработчики Wolf the Red Hood Die Re стали банкротами. Начать стоит, пожалуй, с 2014 года, когда на Kickstarter засветилась игра Wolf the Red Hood Die Re is, на разработку которой авторы просили 50 тысяч долларов. Вскоре на разработку игры было собрано 72 тысячи долларов, после чего уже в январе мрачный аналог истории о красной шапочке смог добраться до раннего доступа в сервис Steam. Казалось бы, небольшая история скромного успеха, но не тут-то было, ведь игра продалась не так хорошо, как хотелось разработчикам из студии Green. Первый упущенный эпизод много денег им не принес, а в какой-то момент разработчики вообще остались у разбитого корыта. Денег у них не оказалось, шансы продолжить работу резко пропали. Причем они никого не обвиняют, а честно признают свою вину, признают, что их игра оказалась среднячком. На данный момент студия Green подала документы на статус банкрот. Помимо этого, никто теперь не сможет получить разнообразные красивые коробочки, иллюстрации по игре и многое другое. Денег-то нет, платить нечем. Подробности возрождения легендарный Мастер оф Орион. Несколько месяцев тому назад представители Wargaming сообщили о том, что они взялись за возрождение легендарной игры под названием Мастер оф Орион. Причем разработчики знаменитой World of Tanks даже для этого открыли новый инновационный центр, который напрямую следит за тем, какие успехи делает студия NGD в новом Мастер оф Орион. И как оказалось, над игрой трудятся не только малоизвестные новички, но еще и ветераны, которые в свое время приложили руку к двум первым частям Мастер оф Орион. В частности, до нового проекта подключился художник Джефф Ди, продюсер Джефф Джоха Нигмен и композитор Дэвид Говетт. Именно эта горстка объединилась с хранительницей вселенной Орион, Келси Ховард и Крисом Киллингом. В общем, все они засветились в первом выпуске дневников разработчиков, где рассказали не только много новых деталей, касающихся геймплея, но и о том, откуда они черпают тонны своего вдохновения. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok